Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Атикат Магомедова и вот что у нас в выпуске. Развитие туризма и экологическая обстановка. Готов ли Дагестан встречать туристов? 15 лет хадж-миссии России. Дагестан встречает дипломатов из Королевства Саудовской Аравии. Олимпийский чемпион Хаджамрад Магомедов возглавил Гумбетовский район Дагестана. Дипломаты Королевства Саудовской Аравии прибыли в Махачкалу. В числе эмиссаров посол Саудовской Аравии Абдурахман Ибрагим Арраси, генеральный консул Талал Абдулла Аль-Умайди, прессаташе и журналисты Королевства. Цель визита – участие в мероприятиях, посвященных 15-летию хадж-миссии России. Подробнее Камзат Магомедов. Гости прилетели в Дагестан в сопровождении руководителя Ростуризма Олега Сафронова, а также первого вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова. В аэропорту их встретили представители власти и духовенства республики. В Российской Федерации юбилей, то есть это 15-летие хадж-миссии Российской Федерации. С этой целью для того, чтобы отметить 15-летие, было предложение со стороны Ильяса Умаханова Магомеда Саламандовича, глава республики это предложение принял и вот мы реализуем. Завтра у нас будет торжественное заседание, 15-летие хадж-миссии Российской Федерации. Далее делегация направилась к муфтию Дагестана шейху Ахмаду Афанди. После приветственных слов муфтий признался в особой любви к арабам. Он отметил, что для него огромная честь принимать у себя таких гостей и сказал, что благодарен им за визит. Арабов любим, потому что мы обязаны любить арабов. Почему любим? Вы это хорошо знаете, язык Курана, язык Пророка, Аллахи Салату Ассалам. Всех арабов мы любим. Среди арабов особое место занимает Саудовская Аравия, потому что там эти святыни. Поэтому вы среди арабов тоже занимает особое место. В ходе беседы стороны отметили положительную динамику сотрудничества России и Саудовской Аравии в реализации отправки паломников в хадж. Они выразили надежду, что и в дальнейшем в этом вопросе не будет никаких преград. Муфтий Дагестана вручил гостям памятные подарки. В завершение встречи представители сторон сделали общие фото на память. Гамзат Нурмагамидов, Магамид Магамидов, телеканал ННТ, Махачкала. Вопросы о реализации федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Дагестане обсудили сегодня в Доме правительства. На обсуждение было вынесено несколько немаловажных тем, в числе которых развитие туризма, а также экологическая обстановка. В совещании приняли участие председатель правительства Дагестана Абду Самат Гамидов и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Тему продолжит моя коллега Ума Ибрагимова. Благоприятные природно-климатические условия, прибрежные зоны республики, улучшение дорог, а также наличие исторических мест. То, что является конкурентным преимуществом Дагестана. Абду Самат Гамидов отметил, что в республике широко развивается туризм, а принять гостя для дагестанцев всегда было делом чести. Имея такие традиции и климатические условия, конечно, мы не только должны, не можем, а просто должны развивать туризм. Потому что опыт есть, практика есть. Будучи, когда общались с Рамазаном Гаджимрачем, тоже. В советские времена у нас на побережье Каспии в сезон приезжало до трех миллионов туристов. Все наши соседние республики в субботу-воскресенье все летнее время находились здесь. Организованность предприятий, институты, университеты, у всех крупных предприятий Северного Кавказа, не только Северного Кавказа. Всякие тюменские организации у всех были здесь, так называемые, зоны отдыха и летом приезжали сюда отдыхать. Прибывший с визитом руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов затронул несколько аспектов, касаемо реализации федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма. Он отметил улучшение в республике, экологию, перспективы развития пляжного туризма, который в Дагестане, несомненно, нужно развивать. А также поведал планы о строительстве круизного лайнера в республике. Я хотел бы сказать о том, что мы видим большие перспективы в развитии пляжного туризма в Дагестане, вот Адусамат Мустафач об этом говорил, в республике 500 километров пляжей. В нашей стране, к сожалению, мы это ясно видим, существует дефицит территорий, где может быть организован пляжный отдых. Вот мы считаем, что в Дагестане, несомненно, пляжный отдых нужно развивать, создавать пляжную инфраструктуру. По словам Сафонова, для развития пляжной инфраструктуры уже есть определенные возможности. Необходимо создать пакетные туры в республику, которые включат в себя и перевозку, и размещение, и экскурсионную программу. Рамазан Гаджимурадович особенно акцентировал внимание на том, что мы должны при продаже этих пакетных туров говорить, что руководство республики, правоохранительные органы гарантируют безопасность туристов. И, собственно, когда туристы приезжают в группах, то, несомненно, мы можем давать стопроцентные гарантии безопасности. В общественном сознании, по словам Сафонова, сложилось впечатление, что в республике опасно, но необходимо доказать обратное. Ума Эбрагимова, Нурмухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Гумбетовский район возглавил депутат Народного собрания Дагестана, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Хаджимурад Магомедов. Сегодня муфти Дагестана, шейх Ахмад Афанди, встретился с Хаджимурадом Магомедовым, пожелал ему успехов и благополучия. В ходе встречи муфтии, шейх Ахмад Афанди и Хаджимурад Магомедов обсудили его назначение, а также предстоящий план работы в районе. Муфтий выразил уверенность в трудолюбии и высокой работоспособности Магомедова, дал наставление и призвал его ставить интересы жителей района выше своих и держать данное слово. Шейх Ахмад Афанди уже по традиции после назначения встречается с руководством Гумбетовского района. На инаугурации мне предоставили слово. Я же должен что-то сказать. Я говорю, хвалить Абдурахмана я не буду. Хвалить я буду через четыре года, смотря на его проделанную работу. Хаджимураду тоже мне хвалить не буду. Будем анализировать его работу. Магомедов, в свою очередь, выразил желание улучшить условия жизни жителей Гумбетовского района. Постараться рабочие места создать. Конечно, в наше время это один из таких глобальных вопросов трудоустройства граждан. Есть вопросы уже по ходу ознакомления, вопросы трубопровода, воды в горах. Я думаю, что во многих горных районах это проблема. Будем вместе с руководством, с замами, с начальником управления, начальником отдела все возможно делать, чтобы решать эти вопросы во благо граждан. С началом летнего периода возрастает риск возникновения пожаров. В связи с этим сотрудники МЧС провели противопожарный рейд в дачном обществе «Кривая балка». Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы ознакомили жителей со статистикой пожара в республике с основными причинами возгораний и еще раз напомнили об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Во время обхода участники рейда раздали жителям информационно-агитационные материалы, а также уделили особое внимание людям преклонного возраста, несовершеннолетним и гражданам из категории социального риска. Подводя итоги мероприятия, сотрудники МЧС отметили, что профилактические рейды – одно из условий обеспечения пожарной безопасности в лесах, в парках и в личных домовладениях дачников. Допускается на территории домовладения сжигание сухой травы, предъявляющих на территории, также и на дорогах, и складировать, и держать там продолжительное время. И к концу выпуска о курсе валют на завтра. Доллар остановился на отметке 60,18 рубля, евро – 68,81 рубля. Еще больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok